Друзья, привет! С вами Светлана. У каждой из нас, я имею в виду нас вышивальщиц, есть темы, к которым мы готовы возвращаться снова и снова. Сюжеты, тематика которых схожа, и мы вышиваем их чаще всего, или мечтаем о них чаще всего, хотим вышить. И вот одна из таких тем в моем лично вышивальном творчестве – это Хэллоуин. Поскольку этот праздник все равно к нам пришел, как бы мы к этому ни относились, но уже от него никак не отделаешься, по крайней мере от его атрибутики. А атрибутика мне очень нравится, пусть сам праздник особо-то мы и никак не справляем, но вот украшать свой дом в стиле осенне-тыквенно-черно-кошечном мне очень и очень нравится. И как один из моментов, один из атрибутов Хэллоуина – это черный кот или черная кошка. И эти сюжеты с черными котами для меня стали просто каким-то наваждением. Хотя я раньше на это не обращала внимания, обратила на это внимание год назад. Именно полтора года назад у меня появился мой жулик, мои зрители знают моего котика. Это огромное счастье, огромный мой помощник, моя любовь и все такое. И позже я проанализировала и поняла, что я себе это чудо просто навышивала. У меня оказалось вышитых котов, именно черных котов, очень и очень много. Вот как говорится, все не просто так. Вышивала много черных котов и получай. Так и у меня произошло. И поэтому это видео у меня посвящено не работам Хэллоуина, их у меня побольше, те, которые можно отнести к тематике Хэллоуина, а именно черным котикам. Но поскольку черные котики чаще всего встречаются именно в дизайнах этой тематики, тут, как говорится, из песни слов не выкинешь. Ну, давайте я вам покажу то, что у меня вышито. И как бы я сделала такой небольшой альманах своих работ, чтобы и самой вспомнить, и вам показать, и как бы наглядно то, что приметы действительно работают. Вот такой черный котик, это примитив, игольница, которая у меня используется активно. Видите, тут черные нитки как раз. Это дизайн Бенд Крик. Я вышивала эту работу и игольницу делала, у меня уже был канал, где-то есть видео об этой работе. Он так и называется, дизайн Блэк Кэт. Ну, там были нитки ручного окрашивания. Здесь же я сделала совершенно свой подбор. У меня здесь есть и мультиколор Мадейра, и чего только нет. Сам котик вышит, по-моему, просто черными нитками ПНК. Вот так вот оформлена у меня игольница. Ярко-весело, по-осеннему, очень ее люблю. И, конечно, свою любимую клеточку сюда вставила, куда же без нее. Ну, и черный котик здесь, конечно, главный персонаж. Еще одна работа вот такая. Тут целых два черных кота, хотя они не главные в этой работе. Ну, здесь все, все интересно и все такое вот морочновато, празднично-таинственное. Две ведьмы колдуют над магическим котлом, делают какое-то зелье. Летучая мышка, змей, ящерицы, лягушки, черепа и, конечно, котики. Котики рядом с тыквой с горящими оранжевыми глазками. У моего, кстати, котика тоже глазки такие желтенькие, как цвета старого виски. Вот такая вот работа. Тоже вышивалась у меня она достаточно давно. Здесь даже оформлена она у меня как пинкип. И здесь даже есть вот такой вот кармашек для каких-нибудь секретиков и мелочей. Что у меня здесь лежит? А здесь у меня лежат раритетные денежки. Помните такие советские? Да, у меня они где-то сохранились, и я вот их решила положить сюда. Ну, удачу. Пусть лежат. Значит, следующая работа тоже оформленная в пинкип. И здесь тоже черный кот, пусть полосатый, но он черный. У него голова черного кота и взгляд черного кота. Это уже плам стрит сэмплер с, не помню, как называется, работа. Оформлена она у меня в такой двойной пинкип. Одна часть полностью сделана просто из ткани, натянутой на картон. И сверху положен еще один такой оформленный кругляшок пинкип. Все это вот так вот совмещено. Есть и подвесочка. В противовес такому серьезному выражению здесь вот кружавчики. Но они тоже у меня такие готичные, хотя эти кружева... У меня, помните, была школьная форма, и вот эти кружева пришивались на манжетики, на воротники. В общем, это с тех времен. Очень-очень давние кружева, можно сказать, винтажные. Еще работа вот такого плана. Это Жордан Приве. Называется Квакер Хэллоуин. Хэллоуиновский квакер. И здесь, конечно, тоже есть черный кот. Я очень люблю эту стилистику. Эта работа, она небольшая, но поскольку я вышивала на кашеле 28-го каунта, она получилась такого хорошенького размера. Ну, вот вы видите, в руках у меня, да, больше ладони. Тоже оформлен у меня в пинкип, вот с такой ленточкой. Я очень люблю эту форму для оформления небольших работ. Здесь и косточки, и свечи. Вышивалась просто двумя цветами, черным и белым. Ну, черепушка есть. Все как положено. Привидение. Окраска кашеля, это была фабричная. Это вот такой вот неоднотонный окрас. По-моему, мока называется или что-то вот наподобие. Тоже такая хорошая настроенческая работа. Вот как раз украшает мой дом. Да, честно скажу, я люблю хэллоуиновские работы круглый год. Просто когда ближе к празднику, я их достаю все. А зачастую у меня какие-то работы стоят и просто круглый год. Вот такая еще работа. Это тоже от Жордан Приве. Называется Патчворк Хэллоуин. Здесь работы побольше. И несмотря на то, что пинкипы практически одинаковые, даже этот больше. Этот вышед у меня на Белфасте 32-го каунта. Он тоже такой цвет. Не знаю, как передается или нет. Через камеру. Цвет Сахара. Он такой с песочными разводами. Ну, вживую их виднее, чем через камеру. Сейчас, тем более, у меня освещение уже не супер. У Жордан Приве есть целая серия вот этого Патчворка. Там есть просто коты, собаки есть. Лето, осень, зима, Рождество. И также Хэллоуин. Конечно, я не могла не удержаться, чтобы не вышить эту работу. Она мне очень нравится тем, что здесь вот как вот такой шов, строчка, простроченные кусочки, которые имитируют настоящий патчворк. И паутинка здесь такая натуральная. Ну, котик. Конечно же, вот он котик со вздыбившейся шерсткой. Прелестный. Ну, невозможно. Я очень люблю вот такой стиль. И знаете, иногда, повышевав какие-то большие работы, просто на таких отдыхаешь. Хотя тоже сказать, что это такая вот сиюминутная отдыхалочка нельзя. Они тоже требуют время. И вот такая обратная сторона у меня веселая. Такая вот ткань. Люблю все эти работы. Вот сейчас достаю и вместе с вами ностальгирую. Еще одна из самых любимых работ. Она у меня стоит круглый год. Я обожаю этих черных котов. Здесь один главный маг, кот. И два его помощника-озорняка. Это Сатсума Стрит Дизайнс. Я вышивала буквально недавно, в августе или в сентябре. В сентябре я завершила работу кактусный котик. Но здесь я его не показываю, потому что он не черный. А это вот черные котики хэллоуиновские от Сатсумы. Яркие цвета. Дизайн тоже не такой уж и маленький. И здесь у меня основа Белфаста, такого темненького цвета. Вот недавно я жабу вышивала как раз вот такого же цвета был у меня. Лен. Яркие цвета. Этим славится Сатсума. Ну просто невозможно не зарядиться позитивом, когда вышиваешь такие дизайны. Тоже оформлен у меня в пин-кип. Вот такая красивая ткань на обратной стороне. Здесь все, что я люблю. Фиолетовый цвет и мотивы Хэллоуина. Это ленточка. Ну вот стандартно. Решила я только сделать немножко вот такую вот арочную форму для этого пин-кипа. Мне показалось, это будет интересно. Ну что тут скажешь. Прекрасный кот с прекрасными усами и мудрым таким взглядом такого ученого мага, что ли. Еще одна работа. Здесь уже котик черный у меня не вышитый. Это пуговица. Это дизайн Милхилл. Я думаю, его трудно с чем-то спутать, с другим. Это мой первый Милхилл большой, который я вышивала. Мне понравилось вышивать, хотя было сложно в плане того, что здесь идет в три сложения вышивка. И нужно стараться, чтобы крестики были ровными. Я поняла для себя, что вышивая на перфорированной бумаге, а здесь как раз таки она, вот видите, просвечивает. Мне удобнее вышивать крестик за крестиком. Не так, как я привыкла ряд вышила, ряд закрыла, а именно вот поочередно для того, чтобы крестики были аккуратными. Ну и здесь вот эта керамическая пуговица. Немножко напуганный черный котик. Кого он напугался, я не знаю. Возможно, привидений в окнах. Кстати, здесь привидения вышиты светящимися нитками. Они в темноте так вот мерцают. Интересно, если, конечно, набрались за день света. Ну и, конечно, росы бисера. Она всегда украшает, даже вот в тыковках такой маленький бисер оранжевый классный. Ну, замечательный Милхилл. Обожаю такие тоже дизайны. Есть у меня еще один Милхилл. Ну, вы скажете, где здесь черный котик. Ну, думаю, самый внимательный его нашли. Да, он выглядывает вот здесь из дома, откуда вылетает привидение. Тоже с такими круглыми напуганными глазами. И здесь стоит ведьмочка. Тоже вот оформлен он у меня, вот, мою любимую ткань. Вот, люблю я эти дизайны. Есть у меня еще тоже такой вот с привидением городок. Но пока еще руки до него не дошли, я его так, можно сказать, экономлю, как шоколадку. Как сладкую мармеладку для того, чтобы потом насладиться и повышевав эту работу. Это я вам сейчас показывала. Да, у меня оба Милхилла оформлены, как вы поняли, в пинкипы. Мне понравилось так оформлять их. Они выглядят ярко, празднично. Ну, вот как раз для Хэллоуина со всеми его цветами и атрибутами. Но у меня также есть и неоформленные работы. Я вам сейчас их тоже покажу. Итак, надо оформить. Надо, надо. Когда-нибудь я это сделаю. Вот такая работа. Я ее вышивала, по-моему, два года назад. Да, в 2018 году. И вы скажете, где же здесь коты? Коты здесь тоже есть. Черные. Вот они. Буквально несколько крестиков, десяток крестиков. И получилось два кота. И здесь даже есть три четверть крестики. Для того, чтобы они были более реалистичными. Дизайн потрясающий. Это By the Bay Needle Art. Хэллоуин Кофф называется дизайн. У них целая серия есть. И Strawberry Hill. Очень красивый, там, с клубничками, висящими на дереве. Но здесь такие дурашные тыквы. Они мне так нравятся. Особенно вот эта вот. Удивленная. Да. И у нее тут тоже три четверть крестики. Видите, рот какой плавный такой получился. Паутина. Шикарная ведьма. Ведьма здесь с бородавкой. У нее здесь на глазике. Глазик сделан фрузелком зеленым. А рядом фрузелок телесного цвета, который символизирует бородавку. Ну и, конечно, любимые-любимые коты. Куда же без них. Которые где-то вот ходят рядом с кладбищем. И создают соответствующую страшную такую атмосферу. Еще одна работа, которую я считаю одной из самых сложных работ в своем репертуаре. Хотя она небольшая. Это знаменитый повелитель тыкв Екатерины Великой. Был такой совместник. По-моему, тоже два или три года назад. Многие вышивали. Многие начали. Многие дошли до финиша. Кто-то не дошел. Ну, потому что здесь, конечно, красивый. Очень красивый дизайн. Но пришлось очень сильно потрудиться. Тут море четверть крестиков. Но это не самое страшное. Много несчетного бэка. А в листьях здесь просто у меня вот был какой-то трэш. Нервы сдали. И я уже вышивала бэк просто не по схеме, а как мне виделось. Такие вот здесь завитушки. Это все. Все, конечно, очень красиво получается. Но работа крайне трудоемкая. Кот великолепный. Кот просто освещенный луной. Такой вот таинственный, загадочный. Котейка сидит на вершине тыквенной пирамиды. И сзади него вот эта луна тоже такая интересная. Для меня еще работа это осложнилась выбором основы. Это Белфаст 32 каунта. Цвет голубая ель. Он темный. На нем вышивает практически как на черном. Потому что переплетение тоже при электрическом свете по вечерам бликует. Работа была не из легких. Очень не из легких. Но она мне нравится. Прошло время. Я немножко так остыла. Но, конечно, меня бомбило, когда я ее вышивала. Но я ее таки вышила, да. И многие девочки тоже вышили. Оформили красивые очень работы. Получается дизайн, конечно, просто супер. Это был совместник бесплатный. Так же, как и вот этот вот котик. Это уже другой дизайнер Екатерина Пахомова. Я впервые вышивала ее. И мне очень понравилось. Очень легко вышивается. Здесь у меня основа фиолетовая равномерка белорусского происхождения. Не такая уж и, скажем так, простая основа. Здесь не нужно затягивать сильно крестики. Она очень мягкая, очень податливая. Но, в принципе, небольшие сюжеты на ней вышивать можно. Привыкнув к ней. И тоже такой мини-повелитель тыкв или повельнительница. Наверное, это все-таки девочка. Вот такие вот у меня котеечки тоже есть. И во всех них я тоже вижу своего котика частично. Ну и из недавнего, пусть не совсем черные, но темные коты с тыквами. Это то, что вы могли видеть недавно на моем канале. Завершенная работа по схеме Надежды Брежак. Группа Перунов Цвет ВКонтакте. Коты в тыквах. Да, они здесь в полосочку, но есть и практически черный кот. Вот он. Может быть, он так вот переливается на свете. Поэтому я эту работу тоже отношу к работам с черными котами. Много о ней говорить не буду. Основа здесь 32-й Белфаст. Нитки Анкор и нитки ДМС. Никаких мультикалоров нет. Вот эти переходы создаются за счет чередования цветов Анкора. Классная работа. Вышелась у меня с огромнейшим удовольствием. Получила просто вот заряд такого позитива. Легкая. Никаких заморочек. Ну, есть здесь вот болгарские крестики. Вот они декоративные. Украшают. А внутри я сделала алжирские глазки вместо них. Вот они тоже. Ну, очень довольна я этой работой также. Еще одна недавно завершенная работа. Это коры и ботикоры. Вот такой вот сэмплер, можно сказать. Большая работа по крестикам. Я ее вышивала на 35-м каунте. Ну, недавно было видео с вышивальной недели, с готовой работой. Там все подробности. И здесь тоже черного кота вы не увидите вот так сразу. Но он есть. Он есть вот здесь на перстке. Посмотрите. Стоят аксессуары ведьмочки вышивающей. И вот наперсток с головой черного кота. Так что черный кот есть и на этой работе. Ну, тут я много не буду говорить. Вышивала ее в одну нить сложения, через две нити переплетения. Получилось классно. Удовольствие тоже огромное. Работа просто, ну, одна из моих любимых. Чуть не забыла показать эту работу. А почему чуть не забыла? Потому что она у меня лежит, хранится в другом рулоне. В рулоне с работами этого года. Эту работу я завершила зимой этого года. Начинала ее в 2019 году по схеме Алисы Акниас. Вот такие вот хэллоуиновские крылатые кошки. Они здесь тоже все черные. И их здесь восемь штук. Классные с тыквами. Ну, это по рисунку Ирен Хоррорс. Поближе покажу вам этих кошечек. Летающие, с желтыми глазками. Ну, и, конечно, вот самое любопытное выглядывает. Да, и они с рожками еще. Немножко необычные. Да, вот такой у них здесь натюрморт. С глазами, с зельями, котлом, свечами. Все, что нужно для хэллоуиновского праздника. Работа немаленькая. Пока она у меня не оформлена. Но одна из любимых тоже. Очень мне нравится. И вышивалась легко. На ней я попробовала кростич сагу. И, может быть, поэтому она у меня тоже полетела просто. Классные здесь цвета. Основа такая равномерка мятного цвета. Линда. 27 каунта. Вышивались они легко. Хоть здесь и много бека. Он такой достаточно простой. Ну, и да, здесь есть петиты в глазках у кошек. Вот эти желтые все. Маленькие петитики у них в глазах. А так ничего сложного. Схемы Алисы Акниас я люблю. Они вышиваются легко и приятно. Завершить я хочу своей последней работой. Буквально вчера я ее забрала из багетной мастерской. Это Лила Студио Хэллоуин Сэмплер, который я закончила в этом году, еще по весне. И, наконец-таки, оформила. И, причем, багетная мастерская мне сделала такой подарок. Оформили ее даже чуть пораньше оговоренного срока. Успели к Лавину, так сказать. Что можно сказать? Я очень довольна оформлением этой работы. Я просто в восторге. Я ее оформила без стекла. Это у нее деревянная рамка. Просто деревянная рамка и максимально большой отступ для того, чтобы сымитировать паспарту. Мы решили, что здесь такая красивая ткань. Грех ее скрывать. И она сама по себе прекрасна и служит вот такую роль паспарту. Рамка мне показалась как нельзя более подходящей. Просто великолепно. Она подходит, такая черненькая, отражает настроение этого сэмплера. Я в полном восторге, любуюсь ею. И здесь, конечно, очень много котиков. Покажу поближе. Вот один котик. Второй котик под привидением. И целый веночек из котов. Вот так вот они танцуют вокруг фиолетовых каких-то украшений квакерских. И, конечно, задают тон этому сэмплеру. Потому что, ну, какой хэллоуиновский сэмплер без черных котов? Это просто, ну, никакого, можно сказать. Вот такие вот у меня впечатления. Да, покажу вам и поближе саму рамку. Она немножко такая, вот видите, с краснотой, как бы потертая. Имитирует старинную. Очень я довольна и рада, что оформила этот сэмплер. И он у меня уже висит. Каждый раз прохожу, останавливаюсь и на несколько минут просто залипаю на него, любуюсь. И очень понравился он и мужу, и детям. Я очень рада, что этот сэмплер у меня есть. Просто, просто в восторге. Вот такие вот у меня были работы с черными котиками. Навышивала я себе черного кота и продолжаю вышивать их. У меня, конечно, есть вышитые котики и не черные. Но поскольку это видео о черных котах, поэтому я их здесь не буду показывать. Может быть, покажу в другом видео. А сейчас я надеюсь, что небольшое настроение вам для Хэллоуина создала. А вот и он, мой главный герой, тот, кого я навышивала себе, как хозяин, пришел помогать мне снимать видео, заодно отдохнуть. Да, Жулик? Ты мой красавчик. На самом деле, этот кот, говорят, черные коты приносят несчастье, но это неправда. Они приносят огромное счастье и огромную удачу. А мой котик, спрашивают часто зрители, когда его видят у себя в видео, спрашивают, породистый он или нет. Нет, Жулик абсолютно не породистый. Это спасенный котик. Ему повезло когда-то. Наши друзья, сын друзей, одноклассник моего младшего сына, они живут в частном доме. И однажды он услышал тоненькое мяуканье. Это был котенок, которого подбросили им. Причем, котенок, я даже не могу сказать, это не люди сделали. Котенок был абсолютно беспомощный, он еще не умел кушать, был очень и очень маленький. И, конечно, повезло, что мальчик услышал его, что спас его. Но нужно было его спасать и дальше, потому что он не умел кушать, все работают. Кормить его с пипетки, со шприца не было возможности. И Коля, так звали спасителя Жулика, Коля нашел для Жулика на поселке кормящую кошку. Они подбросили Жулика маленького, этой кошки, и она его приняла. Это тоже большое везение, я считаю, для котика. Его выкормила она вместе со своими родными котятами. И когда он уже подрос, мог кушать сам, мы его забрали. Причем, то, как я его забрала, это тоже необычный рассказ. Я взяла котенка вслепую. Я даже не видела фотографии, но я сразу согласилась его взять, когда услышала, что это кошечка. Ну, не знали точно, кто это, что это кошечка полностью черная, с черным носиком, черными ушками и черными подушечками на лапках. И я сразу растаяла, сказала мне, мне нужен такой котенок. И впервые увидела Жулика, я уже у себя дома, куда нам привезли друзья его. Это был такой маленький комочек, беспомощный, не очень красивый, но он уже умел все, он уже умел умываться. Он был маленький, но очень чистоплотный. Кошка научила его умываться. Сразу же пошел в лоток, не пугался, не мяукал, спал спокойно. И в первый же вечер я вышивала, он пришел ко мне и залез, и уснул у меня прямо на груди. Вот так вот у нас он сразу вписался в наш дом. Вот сразу, буквально моментально. Теперь ему уже полтора года. Он вот такой вот уже взрослый котик, веселый, хороший. Сейчас вот хочет просто уже спать. Наверное, говорит, мама, прекращай болтать, мне нужно отдыхать. Время сна. Только положительные эмоции, только хорошая и только радость. Мы видим от нашего черного кота. Самый любимый, самый лучший. Ну, как всегда, наши питомцы, это самые-самые наши лучшие детки. На этом я завершаю свое видео о черных котиках. Поделилась вам историей жулика. Навышивала его себе. Ну, буду, наверное, еще вышивать. Буду уже вышивать черных котиков в портреты жулика. Наверное, так. Так, говорим мы с жуликом вам всего хорошего. Прощаемся с вами. Надеюсь, вы неплохо повышивали. Кто отмечает Хэллоуин, поздравляем с праздником. Желаю вам веселого праздника, веселых вышивок. Пусть ваше хобби будет для вас только в удовольствие. Я желаю вам мегавышивального вдохновения. Ну, а с вами была Светлана и Жулик. До новых встреч в эфире. Пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»